80 картин и 1000 книг в Еврейском музее и Центре толерантности открылась выставка «Союз молодежи», посвященная творческому объединению ключевых художников-авангардистов 1-3 XX века. Анна Норинская и Александр Бродский представили инсталляцию под названием «Невавилонская библиотека». Подробности в нашем следующем сюжете. Шелест страниц и запах, переплеты цвет, атмосфера спокойствия и таинственности – все это не «Вавилонская библиотека», которая открылась в Еврейском музее и Центре толерантности. Художник Александр Бродский поместил книги в оболочку, похожую на нору, в которой оказалась Алиса в «Стране чудес», или маленькую передвижную сельскую библиотеку. Здесь книжки можно брать в руки, листать, читать и представлять, нарушая порядок. Идея создания этого проекта пришла литературному критику и куратору Анне Норинской. Когда она, как-то раз прогуливаясь по улицам Берлина, на витрине магазина одежды, увидела манекенов, сидящих на стопках книг. Есть разница между хорошими и плохими книгами. Книга – это не просто текст. Великий роман отличается от просто романа. Для меня важно, что вот я смогла построить пространство, про которое я могу сказать. Дорогие люди, приходите в это пространство. Я вам клянусь, я зуб даю, все книжки, которые вы здесь видите, хорошие. По словам автора проекта, библиотека возникает именно из личных отношений человека и книги. Все тысячи представленных сборников одобраны, прочитаны, прочувствованы, обдуманы и расположены в биографическом порядке. Название инсталляции имеет отсылку к рассказу аргентинского писателя Борхеса «Вавилонская библиотека». Однако, в отличие от этого литературного произведения, «Не-Вавилонская библиотека» – это некий памятник живым книгам, среди которых можно увидеть мировые главные романы, философские труды, сказки, сборники стихов и даже комиксы. Каждый писатель представлен только одним произведением. Исключение сделано для немногих, в их числе Александр Пушкин и Трумэн Капоте. Трумэн Капоте – он не то чтобы самый великий на свете писатель, хотя он замечательный писатель, но для меня когда-то страшно был важен его рассказ «Дети в день рождения», и меня абсолютно перевернул, когда мне было 25 лет, его нон-фикшн-роман, который по-английски называется «In Cold Blood», а по-моему, по-русски его перевели хладнокровно. В соседнем здании состоялось открытие выставки «Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914». Жизнь творческой интеллигенции начала 20 века в первых спектаклях, афишах и одноименных журналах. В них были перепечатки информации о том, что происходит в Европе. Буквально там происходило на днях, то есть журнал выходил очень быстро, переводится мгновенно, то есть со скоростью почти нынешнего интернета. Экспонаты для выставки представили три частных коллекции – 15 российских и зарубежных музеев. Здесь и картина Казимира Малевича, усовершенствованный портрет Клюна, и пир королей Павла Филонова, и лучистый пейзаж Михаила Ларионова. В «Союз молодежи» представлено более 80 работ. Они приехали к нам из Петербурга, из Латвии, из Армении, и мы собирали их довольно долго. Авангард пестрое, противоречивое, с экспериментальным характером явления. Каждая картина отражает внутреннее состояние художника. Борец с академическим искусством и отец русского футуризма Давид Бурлюк заставляет зрителя смотреть на свою картину «Мост» под разными углами и каждый раз открывать что-то новое. Он хотел этим показать, что искусство имеет совершенно новые формы какие-то. Он хотел себя противопоставить таким привычным сюжетам, там натюрморт академический или академический пейзаж реалистический. А вот он представляет вам изображение, крутите картину как хотите, все равно это будет картина. И она имеет какие-то свои художественные особенности. Несмотря на то, что открывшиеся выставки совсем разные по смыслу, у них есть одно общее свойство. Книжная инсталляция Анны Наринской, как и авангардизм, это стремление к чему-то новому, впечатляющему и непохожему ни на что другое. Продолжение следует...